Частные дома, утонувшие в клубах дыма, всего за сутки пожары унесли жизни троих человек в Дергачёвском и в Змеевском районах. Неисправность печного отопления, уверяют эксперты, и стала причиной возгорания. 28 числа, который произошёл также в Змеевском районе, это пожар печи на твёрдом топливе. В летней кухне стояла эта печь, для летнего приготовления в доме не было, такое у них газовое оборудование, а здесь у них печь на твёрдом топливе. И они проводили, там двое мужчин находились, они проходили, пришли туда распить спиртные напитки, а всё-таки летняя кухня, они растопили печь и уснули. Многих ЧП можно было бы избежать, если бы хозяева частных домов не оставляли печи без присмотра, утверждают в МЧС. А до наступления сильных морозов спасатели настоятельно рекомендуют проверить техническое состояние дымоходов. Проверить техническое состояние дымоходов и самой печи. Если есть какие-то неисправности, трещины, ну есть они миллиметровые трещины, есть большие трещины, это необходимо обратить, пригласить только специалистов, провести чистку дымоходов от сажа, от другого мусора, который временно туда залетал. Причиной гибели пожилого мужчины по улице Октябрьской в Червонозаводском районе стало неосторожное обращение с огнём. О ЧП в частном доме в службу чрезвычайных ситуаций сообщила родственница погибшего. Заметив густой чёрный дым, валивший из-под крыши, они с мужем, не дожидаясь спасателей, начали тушить огонь. Муж уходил на работу и увидел, что из-под крыши валит дым. Он меня быстро разбудил, позвал, у нас были установлены стеклопакеты, и лопнуло стекло. Муж рукой выдавил стекло, и мы через окно начали тушить пожар. Вызвали машину пожарного, они приехали буквально через 7 минут. Видимо, или окурок уронил, или ещё что-то, и начал тлить диван, и случился пожар. Это, скорее всего, было ночью всё, потому что никто ничего не видел, а утром уже всё было по факту. Несмотря на то, что площадь пожара была небольшой, огонь успел уничтожить домашние вещи и мебель лишь в одной комнате. Хозяин погиб, задохнувшись в дыму ещё до приезда пожарных. Инна Степанишина, Александр Проценко, Агентство телевидения Новости.